Мы хотим говорить о происхождениях, значит, непосредственно наций. И мы говорили, что слово «нация» — это довольно ёмкое слово. Это не только люди, родственные, да? Но и люди, которые собираются из разных других мест. И нету чистых ни одной нации. Но всё же, если говорить о библейской классификации наций, то можно говорить о трёх потомках Ноэда. Яфет, Хам и Сим. И вот потомки Яфета считают. Это Гомер. Это, видимо, по всей Гомер, Пифлагонийцы, в общем, часть греков, которые жили. Вы знаете, что народа такого греки нету. Не существует. Как и не существует народа грузины. Грузины нету. Есть картлицы, эмеретины, кахетинцы, сванеттии и так далее. Да, также говорим, если мы грек, были эллины, были различные виды народов, которые заменяли друг друга, смешивались и так далее. И вот Гомер – это Пафлагонийцы. Ашкинас – это германские народы. Это южные германские народы. Это готы, которые имели близкое отношение к евреям в своё время. И прямые потомки готов, можно сказать, это австрийцы. Австрийцы, Остготы, да? Вестготы – это испанцы. Но испанцы, хотя, относятся к романским народам. И в Северной Африке были готы, но они тоже рассеялись. И потомки северной группы. Северная группа – это Скандинавы, Дойчи, Швеция, Норвегия, Дания. Интересно, что Дания с коленом Дана как-то согласовывает, да? Страна Дан. Дальше. Это мы говорим о том, как Яфета. Рифат. Французы, кельты, шотландцы, Франция и Англия. Вы помните, кто французы были? Кельты, да? Знаете, что этнически украинский народ, как украинцы, это уже только, может быть, уже в XIX веке стал. Ну, может быть, после XVIII, конца XVIII, начало XIX стали говорить об украинцах. Но вообще этнически украинцы – это два совершенно разных народа. И они отвечаются по культуре. Поэтому между Восточной и Западной Украиной до сих пор есть разница. Восточные украинцы – это славяне, а Западные украинцы – это кельты. Просто они ославянились. И кельты – волынь, волыняне, волынка, галы, гелы, галиция, галичина. И вот все вот эти гальские народы, да, они имеют свою потомку от Рифата. Поэтому западные украинцы, они по крови ближе к шотландцам, чем, допустим, к украинцам из Харькова. Ну, хотя сейчас уже все перемешалось. Заметьте, что кельты, они были очень воинственными народами, и они не признавали над собой никакой властью. Поэтому вот шотландцы, помните, смотрите, кланы у них разные были, да, и галлы тоже не создали своего государства, были завоеваны римлянами, и только позднее уже франки, германцы, пришли на эту землю. И вот Западная Украина тоже, когда они были под поляками, воевали против поляков, когда они стали советскими, они воевали против советских, да, то есть они не признают над собой никакой власти, и это дух бунта. Дух бунта в Западной Украине, это конкретно дух. Итак, значит, западные украинцы, кельты, шотландцы, они потомки Рифата. Фогарма, 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 это считают армяне. Фогарма, арма, Армения, да. Вот, какая Армения, древняя государство Армения? Урарту. От чего? От Арарат. Гар Арат, да. Гар Арат, это там гора, на которую высадился Ной. Да. А высадился, и Ной построил какой город? Нахичевань. Да, который означает бухта Ноя, или причал Ноя. Причал Ноя, это Нахичевань. Итак, фогарма, тагарма, это потомки армяне. Магог. Магог, скифия. Скифы, это индоевропейский народ, восточная группа индоевропейских народов. Вот, и жили они примерно тут, где мы живем сейчас, да. Их территория была от Казахстана, от Казахстана, первые жители Казахстана были скифами, и до Дуная, и на юге до Кавказа. Осталось немного народов, потомков скифов. Это, например, осетины, вы знаете. Осетины, они потомки лазы, лизгины и так далее. Есть несколько потомков, так, прямых от скифов. Медай, это медийцы или мидия, да. Дальше, Яван, Яван. И онийцы, это Греция, да. И вот от Явана происходит Елиса, это современные греки. Фарсис или Таршиш, это Испания. Если мы в Библии встречаем Таршиш, это может быть две. И есть острова, которые находятся, где город Тарс. Слышали? Откуда родом кто? Саул, да. Или, когда Таршиш упоминается, это может быть Испания. И то, и то, верно. Так, итак, Таршиш, это фарсинцы, Испания. Китим, это жители Кипра. Додоним, это троянцы и радосцы. Жители Крита, да, трои и радосцы. Фувал, это Иберы, грузины. Иберы, грузины, это Иберия, Грузия. Меших, каппадокийцы, жители Северного Причина моря. Вот, Фирос, это фракийцы. Даки, геты, фракия и дакия. Дакия, это теперешняя Румыния. Фракия, это территория Болгарии. Да. Фракия, это территория Болгарии. Дакия, это территория Румынии и Молдавии. Ухама. Ухама, в основном, народы жителей Африки, да. Но мы знаем, что негроиды не только жители в Африке были. Негроиды, это коренные жители Индии. А затем уже пришли туда арийские племена. Арийские племена из племени Ефета, да. От племени Ефета произошли, от потомков Ефета произошли. Но мы знаем, что в Южной Индии до сих пор сохранились негроидная группа. Потомки в Австралии. Да, аборигены кто? Негроиды. И самое удивительное, что раскопки показывают, что жители Иерусалима и окрестностей тоже были негроиды. И некоторые говорят, что евреи пришли, и у евреев были голубые глаза и рыжие волосы. По крайней мере, у Давида были рыжие волосы. Потом они смешались с неграми. И что получилось? Черные кучерявые евреи. Смуглые кучерявые евреи. Поэтому у всех евреев, у которых есть кучерявость, у них потомки были что? Вместе с ханаанами. Народы ханаана. А народы ханаана, они были кто? Хамиты, да. Хамиты. Куш или Хуш. Это кто? Эфиопия, Судан, да? Шева. Шева. Когда говорится о столице Савской, Шева, можно упоминать об Эфиопии вообще. Либо Аравия, Шева. По крайней мере, Сабияни. Это говорится о жителе Аравии. Когда, помните, Мохаммед, он говорил, что нужно делать с неверными? Убивать. А с заблуждающими что нужно делать? Нет. Нет. Их нужно обложить налогом, чтобы они увидели, что мусульмане лучше живут, но убивать их нельзя. Многие мусульмане сейчас не делают то, что заповедал им Мохаммед. И к таким заблужащимся кто относится? Евреи, иудеи, христиане и сабиане. Жители Сабии – это были те жители Аравии, которые имели иудейские традиции. И царица Савская, вот одни говорят, что она была в Эфиопии, в другие мы будем об этом подробнее говорить. И то, и то правильное мнение. Дальше. Немрод – это потомки что? Вавилоняне, да? Вавилоняне – Вавилон. Другая заидность. От хама произошел Мицраем. Мицраем – это кто? Египет, Ливия и окружающие страны, да? Египет, Ливия, Судан, ферестемляне, также относятся к Мицраям. И к авторим – жители Крита. И Ханаан, жители Ханаана, Сидон, феникийцы, Хет, Хетей, Еусеи, Аморей, Гириесеи, Синеи, Арвадейцы, Морейки, Мореи и прочие, которые жили где? На территории теперешнего Израиля, да? Хеты и Хетей – это немножко разные народы. Сим, Шем – это Элам, Эламиты и Персы. Эламиты и Персы. Удействительно, Персы – это народ какой? Арийский. Но мы знаем, что когда-то Персия была в составе Вавилонии. И современные Персы пришли с предгорев Кавказа. С Малой Азии и предгорев Кавказа. Поэтому генетически современные Персы – они потомки кого? Шема или Симиты. Но по языку они кто? Яфета, да? Яфета, да? Арии. Они Арии. Восточная группа индоевропейских языков. Ну, вот, например, болгары. Кто такие болгары? Ну, вот, какая разница между жителями Казани и жителями Варны? А вы знаете, что когда-то и те, и те были болгары? Болгары, они по происхождению тюрки. Но сейчас славянский язык, да? То есть, другие болгары остались на том же месте, в Волжской Болгарии, и стали называть их татарами. Если говорить исторически, тоже нет такого народа татары. Это раз на просто название тюркских народов, которые им давали русские. В действительности такого народа татарий не существовало. Сейчас уже, конечно, так называют. Дальше. Итак, Элам и Персия. Ассур. Ассур – это кто? Ассирийцы. Ассирийцы. Потомки Шема через Арфахсада, Шила, Эвер. Потом Пелик или Фалик. Это евреи, арабы и думьяне, амантяне, маловитяне, да? И другая группа Сим – лудийцы. Это Лидия. Луд – Лидия. Это тоже в Малой Азии. И Арам. Арам. Уц – это Траханито-Дамаск. Хул – Гефер. Это Бактрицы. Бактрия. Сейчас, какое государство находится там, где Бактрия? Узбекистан. Видите, узбеки, они по происхождению древнему кто? Семиты. Да? Но они что? О, турецились. То есть, тюркский язык, да? Яфета. Земляум. Да. Вот. Так, и еще, значит, Маш Мессонийцы и так далее. Итак, мы сейчас перейдем уже непосредственно к кому? К семитам, да? К семитам, к семье Авраама. К семье Авраама. Итак, семиты – это потомки Шема. Дело в том, что этот термин употребляется крайне неправильно. Потому что говорят семиты и антисемиты. Этот термин был придуман в конце где-то 19 века, когда начались уже преследования евреев в Европе. Ну, тогда в Европе единственный народ, где были семиты – это кто были? Евреи. Сейчас в Европе уже, в Англии, скоро, наверное, арабов будет больше, чем англичан. Во Франции где-то уже 20%. В Германии в основном турки и курды, правда, но и арабы тоже есть. И, по-моему, тут тоже немало арабов можно встретить у нас на рынке, правда? Я, по крайней мере, кое-что понимаю. Я увидел, что северный диалект арабского языка ко мне ближе, а южный диалект я хуже понимаю. То есть, видите, как интересно. И что получается? С термин «антисемит» он сейчас в настоящее время неправильный. Подолучается, что и Бен Ладен антисемит, да? Вот, и кто там у нас еще этот был? Знаменитый умер недавно. Садам Хусейн, да? Нет, кто там. И так далее, и другие, да? Так что, они и тоже семиты? Можно говорить правильно «антиевреи», да? Но антисемиты нельзя сказать. Вот в настоящее время существует шесть языковых таких вот семей. Семьи языковые, да? Но 70 языков в Торе мы встречаем, да? 70 языков. Почему же говорится о 70 языках? Число 10 – это человеческое число, означающее общину. 7 – это совершенство, полнота. Можете записать. Значит, какие существуют языковые семьи? Дравидийская языковая семья. Дравидийская. Дравидийская – это жители Индии, которые были потом вытеснены с северо-арийцами, но они сохранились на Цейлоне и в Южной Индии. Дравидийская. Индоевропейская. Индоевропейская – к ней и русские, и германцы, и романцы, и восточные персы, и таджики, и арии, и цыгане. Кстати, цыгане тоже более чистая арийская раса, чем германцы. Ну, говорят, цыгане по-индии. Так что Гитлер, вы понимаете, у него было довольно превратное и совершенно неправильное мнение, чтобы вы понимали. Арийская группа делится на западные арийские языки и восточные арийские языки. Славянский язык занимает среднюю промежуточную позицию. Восточные арийские языки – это кто? Армяне. Когда-то были азербайджанцы, но потом их турки заявляли, они отуречились. Некоторые есть кавказские народы, в частности, осетины. Дальше в восточной группе арийских языков персы относятся, фарси. И разновидность фарси – это таджикский язык, хинди – индийские языки. А западная группа языков – это романские языки, кельтские языки, германские языки. И как промежуточная группа между германскими и славянскими языками – балтийские языки. Вот такие группы. То есть, есть в этих языках нечто общее. Кавказская семья. Потому что некоторые кавказские народы, они не относятся к никакой семье. Они очень древние по своей структуре. Но как те же самые чеченцы. Значит, чеченцев тоже не существует. Там есть два народа чеченца. Так, семито-хамитская семья, четвертая. Семито-хамитская семья. Интересно, что семиты и хамиты вдруг оказались в одной языковой семье. Интересно знать, почему это было. Потому что первоначально Египет, там жили только хамиты. Но потом туда в Египет переселилось много семитов. Не только Авраам переезжал в Египет. Но в одно время был Египет даже завоеван. Такое было и племя Гексосы. Но Гексосы это тоже не название племени. Это просто общее название. Кочевники, пришедшие с востока. Или цари-пастухи. Вот так их называли. И среди них было немало семитских народов. И когда они ассимилировали Египет, после этого уже не просто хамитские, да, а семито-хамитская группа. Уральская семья. Да. Пятое. Уральская семья. Это некоторые языки Урала, которые древние, нельзя отнести к другим языкам. И алтайская семья. Алтайская семья состоит из трех групп. Из тюрки, монголы и маньчжуры. Западная часть тюрки, средняя монголы, восточная маньчжуры. Но это одноязыковая семья. И, наконец, седьмая группа. Семьдесят. Да? Это, видимо, языки, которые не влезают ни в какие другие группы. То есть, действительно, соответствуют близкому. Вот видите? Западно-семитские языки. Западно-семитские языки. Это хананейская группа. Хананейской группы относятся иврит, финикийский и маавитский языки. Древние также были языки. Эблоидский, угорицкий и арамейский. Это западно. И мы говорим о семитах теперь, да? И говорим, что семиты делятся на несколько своих групп, да? Первое мы говорим, хананейская группа. Это иврит, финикийский и маавитский. Ну, вы сами понимаете, иврит только сохранился из них, да? Вот. Но еще древние были эблоидский, угорицкий и арамейский. Арамейский – это современный сирийский язык. Если по-простому говорить. Кто был Авраам по национальности? Арамеец, да? Арамеец. Поэтому, если мы говорим о арамейцах, это может быть о жителях Вавилонии, да, говорится? Хотя в Вавилонии тоже там было много разных групп. Вот. И можем говорить о жителях Сирии. И арамейский делится на библейский арамейский и современный сирийский язык. Вот поэтому вот эти арабские так называемые языки, северная группа – это Вавилония, Сирия и иврит относятся к той же самой части. Вот поэтому мне легче понять северный арабский диалект. И есть южно-семитские языки. Акадский, но сейчас уже нет Акадского такого племени. Арабский классический. Вот. И современные южно-арабские языки – это жители Африки. Ещё был когда-то арабский язык жителей Испании. Но сейчас испанцы на арабском языке не говорят. Южный язык отличается. И к южно-арабским и южно-семитским языкам, вернее, кроме южно-арабских, ещё относят эфиопский язык. Вот смотрите, говорят эфиопы друг другу. Здравствуйте. Знаете, что они говорят? Халел-эль. Халел-эль. Да? Халел-славте-ле-эль. Бога, да? То есть очень интересно финикийские, не финикийские эти, эфиопские, да, языки. Вот такое родословное. Вот такое родословное. Вот. Ещё что интересно, важно. Что хананеи, они тоже не были. В Израиле первоначальными, которые были. А они пришли туда. Они пришли. Они пришли туда. Вот Кнаан родился до напередца своего. Хета. Евусеев, Эмореев, Гиргошеев, Хивеев, Аркеев, Синеев, Арвадеев, Цмореев, Хаматеев. А затем рассеялись кнаанские роды. Значит, это Берешит, да, 10-я глава, 15-й стих. Родословное Ханаана. То есть, они что, были рассеяны. И были пределы кнаана от Сидона, Сидона, в сторону Грара до Азы, сектор Газа, теперь. В сторону Сдома, Аморы, Адмы, Своима и Лаши. Хананеями Ветхий Завет также называют, в Сидонах называют жителей Финикии, современный Ливан. Сидон был один из крепнейших городов Финикии. Цидон, поэтому часто они назывались Сидоняями. Хеты. С одной стороны, это индоевропейский народ, с другой стороны, хитеи. Это, может быть, народ похожим названием, но семитский народ, который жил в территории Эрис-Израэль. Амореи, это Амуру. Может быть, они с Амура, я не знаю. Амореи. Так, в II тысячелетии до н.э. Зазывались западно-семитские кочевые племена, поселившиеся от Сирии и Месопотамии. И еще в VII-VI веке до н.э. Сирию и Палестину назывались страной Хатти и Амуру. Ивусеи. Ивусеи жили где? В районе современного Иерусалима. Были еще Аркеи, Арвадеи, Цермареи, жители городов Арки, Арвада, Цемера. Чтобы вы понимали, это не были сильно большие народы. В те времена, от одного царства, да, один царь, допустим, а через 4 километра от него был другой царь. И были цари, которых вообще полностью было перечислено количество поднанных тысячи человек. И он считался царем. Потому что русское слово царь переведено неправильно. Это слово мэлих. Мэлих в действительности означает вождь. В соответствии дуча, дюк. Да? Это вождь. Но слово царь для нас это повелитель многих народов. Поэтому воевал там столько-то царей против тех-то царей, да? У них была большая феодальная разробленность. И каждый себя именовал царем. Хорошо. Шинар. Шинар, долина Шинара. Это когда 11 глава 2 стих была двигаясь с востока. Нашли долину в стране Шинар и стали жить там. Шинар это название южной части между речи Тигра и Эфрата. Земли Шумера и Акада и будущей Вавилонии тогда назывались земля Сенаар. А египтяне их называли Ессин-Арти, что означает речной остров. Местность, подобно острову, омываемая водами рек. А слово Шумер означает от слова Шамер. Страж. Земля Шумер это что? Земля стражей. Акад это была часть Мецопотамии, лежавшая между Тигром и Эфратом с севернее Шумера. Это было в районе Багдада. Ха-кади. Ха-кади. Это что? Ха. Это артикль. Да? Акади означает Кади, Ади благородный. Да? Достойный или достоинство. Акадцы себя гордо именовали сыны Акада. То есть, сыны достойные. Ха-кади. Ха-кади. Вот такое примерно расположение тех мест, где появился Авраам. Ур. Ур халдейский. Ур. Да? Мы говорим. Ур-каздим. На древнедравидийском языке слово Юр означает город. Ир на иврите город. То есть, слово Ур означает город. Ур был важнейшим культурным и религиозным центром страны. Что там написано? Когда бог Эллиль поднял голову Ура, как голову быка до самого неба. И в Уре тоже поклонялись быкам. Недаром у евреев было всегда стремление создавать каких-нибудь тельцов. И там находили тоже изображение быков. И вот, когда составили план Ура во времена Авраама, казалось, что это довольно цивилизованный город. Он был окружен городской стеной, шириной от 25 до 35 метров в нижней части, имел поперечники 1200 метров и занимал площадь 230 гектаров. Там было около 4000 домов, в которых проживало 150 тысяч человек. В Уре была канализация, в Уре был водопровод, в Уре были многоэтажные до пяти этажей хрущобы. То есть, в общем-то, довольно интересный такой город был, да, как хрущоб. Кстати, почему строили до пяти этажей? А вы знаете, это даже биологическая, биологическая потребность. Человеку необходимо жить на земле. И человек, который находится высоко, он себя чувствует нездорово. Чем дальше от земли, да, говорят, надо заземляться. И вот уже начиная с шестого этажа, человек чувствует себя дискомфортно. Поэтому люди как бы автоматически стремились. Рим Нерона был застроен пятиэтажными домами, да, и хрущоб строили пятиэтажные дома. Многоэтажные дома – это не очень хорошо. Это не очень здорово. Тем более дома с металлическим каркасом, которые экранированы в поля земли. Но это так, чтобы вы для себя знали. И интересно, было раскопано, например, такое жилище. Да, жилище, значит, состоятельного человека. Дверь с улицы вела в сене, где стоял небольшой кувшин с водой для омовения ног. Потом наискозь от уличной вела дверь в центральный внутренний дворик, площадью до 20 квадратных метров. Дворик, как сене, был выложен обожженный кирпичом. На косяке двери ухода сеней висел оберег от злого духа. Прототип Мезузы. Прототип Мезузы. Со двора был ход в людскую помещение для рабов, в кладовку, в кухню. Там был врытый землю очаг, хлебная печь и так далее. Были кладовки, гостевые комнаты. То есть, весьма такие комфортабельные вещи. Мебель у них была довольно удобна. И каждый глава семьи, он был жрецом в собственном доме и имел свое святилище, где совершал жертвоприношение. Ну, на праздники они, естественно, ходили в общее святилище. Вот так примерно жили Авраам, Нахор, Харан, до того, как они ушли из Ура. И вы помните, что в начале, где-то 60 или 70 лет, Авраам вставал на одном месте, пока не похоронил своего отца. Вот, видите, кому дал Бог откровение уйти? Отцу Авраама. Но только Авраам ответил, да, на Божий призыв. И потом они еще пошли с родственниками и дошли где-то до полпути, Харан. А потом надо было идти на юг в Израиль, да? И часть родственников осталась там. И кто пошел только? Авраам, Лот, да? И те люди, которые с ним. Авраам и Лот, и те, что у Сирии. Итак, взял Авраам с собой сарай, жену свою. Он еще назывался Авраам, а жена его называлась Сарай. Жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество приобретено ими, а также, это 12 глава, 5 стих, а также, отметить, души, созданные ими в Харане. Интересно, как же они создавали души? Они не рожали много детей, потому что сары детей не было. Как же они создавали души? Они говорили о Боге, да? И люди, присоединяясь к ним. И вышли, направляясь в страну Кнаан. И пришли они в страну Кнаан. И еврейский медреж рассказывает, как Авраам тогда еще, Авраам и Сара приобретали души для Бога. О выдающейся педагогической способностях Авраама можно судить, исходя из его первого имени. Авраам, что означает Ав-отец, Рам-высокий или превознесенный. То есть он сохранял и передавал Божьи заповеди своим людям. И потом Бог назвал его Авраам, потому что стал его обетованием. Умножив потомство твое, как звезды небесные, и благословятся все имени твое, все народы земли. Поэтому Авраам, если Ав-рам, да, означает высокий учитель, да, возвышенный, то Авраам, отец чего? Отец народов. Отец многих народов. Хорошо. Расовые типы еврея. Вот тут у меня антисемитская карикатура. Сын спрашивает отца. Папаша, а за что это на нас разгневался Бог и рассеял нас по всей земле между всеми народами? Ну, это только так говорится. Бог разгневался на все народы и в наказание им рассеял нас между ними. Так что есть и такое трактование истории. Ну, вот видите, разные типы евреев, да? Сейчас мы подходим к тому, под заголовку, кого называть евреем. Есть такое понимание, как этнос или народ, да? Этнос или народ. Этнос – это группа людей, говорящих на языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев и уклада жизни, хранимой освященной традицией и отличающейся ею от таковых групп. Подходит это к евреям? Ну, иногда, но не всегда. Потому что вы знаете, что есть евреи, которые ведут довольно другой образ жизни, не похожий на евреев. Есть евреи-свиноеды, например. Чуэтос или Чунитос. Это евреи острова Майорки, которых заставляли есть свинину. Поэтому вот это Чунитос, Чуэтос означает свиноеды. По поводу этого есть интересное. У Аперетта Дунаевского. Дунаевский был еврей, и он был умный еврей. Вот. И когда нужно было составить? Ну, понимаете сами. Тогда любой писатель и поэт, если он хотел жить и кушать, он должен был выполнять халтуру, да? Ну, вот он и написал к фестивалю молодежи и студентов Аперетту «Вольный ветер», которая у нас получила название, если помните фильм «Поцелуй Чунитос». Нет, еще любимого уча... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так вот, Чунито получила свиноедка. Я шучу, говорю. Хорошо, что не свиноватка поцелуй. Дунаевский хитрый был мужик. Как всякие евреи. Они едят свинину. Говорят, евреи не едят свинину. А эти едят себе спокойно. Евреи. Ну, едят свинину. Есть евреи, которые не соблюдают субботу. Есть евреи, которые вообще на еврею не похожи. И несмотря на это, они евреи. Странное дело, да? Другое пределение. Народ – это сообщество людей, соединенных единством, основных черт. Расы, языка, традиций, обычаи и тенденций. Но, вы знаете, есть очень много араз евреев. И евреи, опять-таки, под такое определение не совсем подходят. Вот здесь у меня подборка. Называется «Мы все разные». Ну, это наши евреи, обычные. Я потом опущу. Да? Это наши евреи, обычные. Вот так выглядели одесские евреи в первой половине XIX века. Если вы посмотрите на вот этого товарища, это хасид. Вы у него видите такая лисья шапка. Но если вы внимательно посмотрите, то одежда хасида практически не отличается от одежды татарина. Заметили? А те хасиды, которые уже потом появились, они носили шляпы. И это, знаете, это были модернизированные хасиды. Это сейчас мы смотрим на хасида в Лапсердаке. А в XIX веке это был шикмодерн. И шляпы, и пейсы. О, это был цивилизованный хасид. Были хасиды, которые не носили галстуки. Сейчас современные хасиды носят галстуки. Они презрительно говорили, что галстук это геринг. Селедка. Геринг. Были хасиды, которые носили своеобразный головной убор. Это тоже кипа. Это хасидская мода. Да. Видите, это тоже ашкенадские хасиды. Итак, товарищ Ленин. Но товарищ Ленин кепку одел уже только после того, как он посидел в шалаше. Знаете, он там праздновал один еврейский праздник. Сукот, да? А потом поехал в Петербург. А до этого он носил буржуазный котелок. Но чтобы быть ближе к пролетариям, он уже стал носить. Есть хасиды, которые носили штраймл. Это такая вот с широкими полями, типа шляпы. Но эти поля мягковые. А здесь вот кипа. Я вам показывал фильм. Я все равно собираюсь вам Финеса показать фильм. У вас этот компьютер фильмы показывает? Я как-нибудь вам принесу. Может быть, если кто захочет, допустим, остаться после урока, посмотреть фильм. Да? Приключение Рабьякова. Да, Приключение Рабьякова. Очень хороший фильм. Мне нравится он. Смешно. Правда, у меня немножко качество плохое. Пленка это там. Но фильм действительно интересный. Приключение Рабьякова. А вы видите, это штраймл. Я это штраймл буду надевать по воскресенью и утолкаю. А да, по субботу, по субботу. Вот. Вот это, видите, евреи. Города. И были евреи, которые одевались по обычной тогдашней моде. Видите? Вот эти хасиды, в этих шляпах. Это был модерновый. Это был шик. Это все равно, как сейчас какой-нибудь панк с рыжиной, понимаете. Они так смотрели все время, да. Не думайте, что евреи всегда были такими вот зубитыми, да. Вот. Вот девушка из племени, считающая себя один из колен Израиля, из Аравийского полуострова. Видите? Есть здесь и негроидные черты, и арабские черты. Вот это племя Дурани. Одно из афганских племен. Я буду сейчас давать обзор разных еврейских штучек. Видите? Это пуштуны. Это одно из племен пуштунов. К пуштунов относятся Бен Ладан. Ну, вот мы видим ашкенадские евреи. Ашкенадские евреи во многом 30% голубоглазых, светловолосых, вполне подходят под арийский тип. Однажды был опубликован, я вам потом покажу, вчера портрет истинного арийца. Оказалось, что это еврей. Другой образец истинной арийки была известная актриса Марлен Дитрих, которая тоже была еврейка. То есть, видите, ашкеназы, они по большей части похожи на каких? На немцев или на поляков, да? Я же говорю, что 30% у них голубые глаза, светлые волосы. Ну, вроде. Как у меня, я-то, конечно, литовский татаро-еврей. Поэтому у меня тут сложно определить. Ну, вот старые евреи тоже такого типа. Вот сефардские евреи. Сефардские, помните, вы говорили, евреи делятся в основном на две большие группы, да? Ашкеназы и сефарды. Сефарды – это западные евреи, которые родина Испания, да? И Африка. У них, опять-таки, другая культура, другие обычаи, другие одежды, другой язык. Но, несмотря на это, они тоже евреи. То есть, нету. Вот евреи из Мешхеда. Это персидские евреи. Некоторые из них иудеи, некоторые из них относятся к иудеам-мусульманам. Есть такая группа. Иудеам-мусульманам. Ну, иудеам-мусульманам, вот, нам можно отнести также еще Бен Ладена и Пуштунов. То есть, те, которые приняли ислам, но сохраняют некоторые еврейские традиции. Ну, видите, они похожи на перцев, да? И одеты, как перцы. Трудно определить, кто тут еврей. Вот, эфиопские евреи. Эфиопские евреи. Они евреи по... Потому, что они приняли иудаизм, но практически они негры. Да? Язык у них близок к семистскому, но есть и кушанские такие вот древние элементы. Вот. Минора, лев, магандавит. Вот такие вышиванки. Костюмы. Вот. Вот. Вот этот систр или систр в виде треугольника. Вот такой музыкальный инструмент, который употреблялся еще в храме. Он сохранился у эфиопов. Ударный инструмент или металлический треугольник, либо треугольник из бамбука, такого звонкого дерева. И здесь еще имеются бубенчики на нем. Вот женщина сидит возле своей хижины. В эфиопии. Да, очень похоже на еврейку. Прямо видно, что еврейка. Да, вот у них синагога. Единственное, что еврейская магандзавит на крыше, правда? То есть, эфиопские евреи. Посмотрите. Вот, евреи из племени Лемба. Зимбабве. Зимбабве – это Южная Африка. И они дуют в шафар. Ну, прям похоже на еврея. Видите? Но они евреи. А откуда взялись и в Южной Африке евреи? А? Очень интересная история. Эфиопы довольно рано приняли иудаизм, потому что иудаизм в Эфиопию проник еще с царицей Савской. Соломона. И вы помните, христианство тоже Эфиопию приняли, одни из первых. Помните эфиопского евнуха, который был, да? Вот. Затем пришел ислам, и начались ряд религиозных войн. С одной стороны, христиане воевали против евреев, евреи против христиан. С другой стороны, пришел ислам и начал воевать против тех и других. И часть евреев Эфиопии, они отселились на юг. Начали в тропическую страну, а потом пошли дальше. Их называли кафир. Кафир – это что? Неверные мусульмане их называли кафир. И от этой группы произошла группа племен, которая называется кафрой. Кафры – жители Южной Африки. Поэтому Нельсон Манделла имеет прямое отношение к Мендельсоном, Манделевичем, Менделевичем, Менделеевым. И так далее. И другим Менделем еврейским. Удивительно, да? Хотя генетически они, ну, очень мало еврейского имеют. Евреи – бухары. Евреи – бухары, да? Евреи – Средней Азии. Вот картинки жизни евреев из Узбекистана. Вот такая молодежь. Вот вон казахские евреи. Ну, обычных этих, да? Вот. Дальше. Евреи Индии. В синагоге Цион Шалом, Айзал Мизарам Индия. В Индии три группы евреев. Этнически они имеют разное происхождение и разную культуру. Да, у этих евреев – талит. Японский каллиграф Кампа Харада, считающий себя потомком евреев Киото. Кстати, город Киото, первоначально, я забыл японское название, он назывался город мира. То есть Иерусалим. Вот еврей – японский. Японский еврей. Интересно, что вы знаете, что синтаизм, синтай – это религия предков. Они тоже вот так, как и казахи завязываются на деревьях, там еще у них есть культ. Самый верховный жест синтаизма, это уже в 20 веке, перешел в иудаизм. Это китайские евреи. Есть такой город Кайфинь. Я так понимаю, что Кайфинь – это от слова хайфа. Жители этого города, 500 тысяч человек, все вдруг объявили себя евреями. И захотели ехать в Израиль. Им, правда, отказали в этом. Сейчас, еще две минуты. Здесь евреи Бирмы. Леонтуань, община Бет-Шалом, Бирма. Ну, а также тут различные этнические группы Израиля. Арабы-мусульмане, друзы, самуритяне и так далее. Можете посмотреть. Хорошо.